Уважаемый Владимир Филиппович, уважаемый Николай Евгеньевич, Ваше превосходительство, дамы и господа, друзья, мы рады приветствовать участников очередной презентации очередного российского региона в Доме приемов Министерства иностранных дел. Это Новосибирская область, административный центр Сибирского федерального округа, один из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Мы сегодня наверняка услышим в подробностях, как руководство области, руководство округа уделяют внимание развитию современной высокотехнологичной экономики, и такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, производство электронного, оптического оборудования, электроэнергетика, многое другое. Область богата природными ресурсами, об этом тоже сегодня будет сказано, и входит в десятку крупнейших сельскохозяйственных производителей России. Это ключевой транспортный узел. Через область проходят важнейшие транспортные магистрали, и Транссиб, и федеральные трассы Иртыш, Сибирь, Байкал, водные магистрали по АБИ, транссибирские трубопроводы, ну и в Новосибирске крупнейший в азиатской части России международный аэропорт Толмачева. Визитной карточкой области по праву считается основан еще в 1957 году Академгородок, широко известный и в стране, и во всем мире. На его территории расположены десятки научно-исследовательских институтов, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа, многие другие учреждения. Всего в области функционируют 100 научно-исследовательских и отраслевых институтов, ряд научно-технических парков. Убедителен, и я уверен, вы с этим познакомитесь сегодня, инвестиционный потенциал области, она уверенно утвердилась в числе лидеров по конкурентоспособности, демонстрирует стабильный рост экономики, хорошую инвестиционную политику. Это все привлекает инвесторов, и, надеемся, после сегодняшней презентации их число пополнится. География международных и внешнеэкономических связей региона внушительно охватывает более 100 государств мира. Особо интенсивно развиваются торгово-экономические связи с Китаем. Область активно участвует в межрегиональном, приграничном сотрудничестве с Республикой Казахстан. По итогам прошлого года и нынешнего года, первые шесть месяцев зафиксированы положительные сальдо внешней торговли, и в прошлом году на машины, оборудование и транспортные средства пришлось более половины экспорта. Это как раз результат и показатель того внимания, которое уделяется высокотехнологичным аспектам экономического развития. Безусловно, регион известен не только своими экономическими достижениями, но и самобытным наследием, великолепный туристический потенциал, опирающийся на природное, культурное разнообразие. В Новосибирске работает Государственный академический театр оперы и балета, один из крупнейших в Российской Федерации. Всемирную известность получила Новосибирская филармония и Государственная консерватория имени Глинки. С областью связаны судьбы многих видных ученых, общественных, культурных деятелей, в их числе известный предприниматель, который заложил основы промышленного производства в Сибири, Акинфий Демидов. Среди них и первые, кому в годы войны было трижды присвоено звание Героя Советского Союза, летчик Александр Покрышкин, легендарная личность, один из основоположников в космонавтике Юрий Кондратюк, основатель Сибирского отделения Академии наук Михаил Лаврентьев, лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид Конторович. Так что убежден, сегодняшняя презентация будет интересной, позволит вам поближе познакомиться и с торгово-инвестиционным потенциалом области, с ее историей, с ее людьми, культурой, традициями. И хотел бы пожелать руководству области во главе с губернатором Владимиром Филипповичем Городецким, и, конечно же, признавая ту роль, которую руководство округа играет в этих процессах, успеха в ваших начинаниях и всего самого доброго.